Так вот, теперь, наконец, от функциональной патологии мы перейдём к органике. И опять не совсем, что называется, традиционно. Мы привыкли, что язвная болезнь в настоящее время – это уже решённый, в общем целом, раздел составляющий в гастронтологии, наверное, застолявший. Наверное, очень большой процент, позволивший даже считать, что если кислозависимые заболевания с помощью ИПП, в общем целом, и эридикационной терапии, в общем целом, это все решены, то и гастронтология, наверное, уже не актуальна как таковая. Что это будет составлять ещё предмета? Оказалось, друзья мои, всё не совсем так. И вот в частности, в частности, вот мы можем многое запретить нашим пациентам, правильно? Этого не есть, тогда не есть, только не есть. А вот это вот пить, а вот это вот глотать, да? Да и наблюдать, в том числе за своим стулом, правда? Это весьма сложно сделать, да. Наверное, поэтому ещё отменили Бристовскую школу, что сейчас средства сантехники не позволяют наблюдать, да? Вот. Хотя вот одна пациентка с функциональной патологией, с запором, пришла и сказала, я решила проблему, я сменила этот жуткий унитаз на ступеньку. Я думаю, какую ступеньку? Как? Что? А вот, да, ну, этот вопрос, собственно говоря, о жизни нашей, со всеми нюансами, с нашими больными, с которыми действительно надо, я полностью согласен, да, найти общий язык, а это столь сложнее всего. Ну, так вот, перейдём мы к тому, чего мы можем запретить, всё запретить. Но иметь несколько болезней мы ему запретить не можем. И потому, вот, товарищи, проблемы с дефиницией. И, в частности, с большим количеством сопутствующих патологий. Полиморбидность. Наличие у индивидуума нескольких синдромов, протекающих заболеваний в различных фазах и стадиях развития. А коморбидность. Это уже, ну, одно, два, ну, редко три ситуации, при которых имеется связь через единый патогенетический механизм. Да. Ну, вот, допустим, что тут говорить, метаболический синдром, о котором мы будем говорить, диабет, да, артериальная гипертония, инсулино-резистентность. Вот это всё связано, оно вытекает в те или иные определённые нозологические формы. Это, например, мультиморбидность. Не только сопутствующие, но и конкурирующие в ряде случаев. Множественные заболевания, не связанные между собой, доказанные на сегодняшний день, патогенетическими воздействиями. Ну, это Леонид Борисович Лазебник, Юрий Ильич Конев. Вот так себе это представляют, их видение. Полиморбидность, полиорганная, моноорганная, моносистемная, полисистемная. Видите, это достаточно такая уже структурированная ситуация, да. В ряде случаев она нами же, да, и, собственно говоря, и вызывается, да. И атрогенная патология, вот лёгкортикостероиды, и артериальная гипертония, и язву стероидную, и гипергликемию, и остеопороз. Видите, ситуация. Но в ряде случаев мы не можем не использовать эти препараты. Мы должны знать, как уменьшить риски у этих больных. Выбрать лечение конкретное для данного пациента, да, с учётом вот этой его боли, да, комоорбидности. Вот остеопороз. Ну, что делать? Ходим, да, скрипим, переживаем, применяем, втираем, пьём. Ну, что делать? Надо работать, надо зарабатывать. И поэтому человек, вот, себе помогает жить. В том числе с помощью нестероидных противоспорительных препаратов. А какие, посмотрите, у него, это мы прекрасно знаем, да, побочные эффекты. И в том числе бедный желудок, да, встречает их. Он всё встречает. Чего мы только в него не кладём. Всё, что кладём, всё встречает. И страдает. И в том числе серьёзные могут быть проблемы. Вот если хеликопактор ассенсированная форма язвенной болезни во всём мире, где их серьёзно занимаются, мы не относимся к этой стране, к сожалению. Вот, значительным образом снизилось. Но НПВП, поражение желудка, язвы, гастропатии, чреватые развитием очень серьёзных осложнений, эндоскописты не дадут соврать, да, кровотечение, могут поставить точку нашей с вами прекрасной жизни. И, конечно, это надо профилактировать и знать как, с помощью каких препаратов или определённых мероприятий. Ну, посмотрите, полиоморбитный фон при язвенной болезни. Даже самая обычная язвенная болезнь. Я имею в виду хеликопактор ассоциированной язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. И, тем не менее, у больного может быть абдоминальная ишемическая болезнь? Ну, конечно. А это очень существенно. Диабет может быть, да. Патология печени, да, а панкреатит, он конкурирует за первое место в кастер-энтрологии на сегодняшний день. Олег Николаевич нам об этом рассказывал. Так, действительно. Элиминационная, да, почечная недостаточность. Вот вам, так ведь использовали промывание желудка, с учётом того, что желудок, кроме пищеварительной функции, это же мощный уровень выделения в эпоху, до приборов очищения крови, да, до гемодиализа, больные жили промыванием. И атрогенная, наконец, да, о которой мы уже говорили с вами. Ну, и вот, конечно, с учётом того, что самое распространенное сегодняшний день, это это ПВП гастроспатит, нами, нашими больными, принимающими препараты с нашей лёгкой руки, ну, или без неё, препараты у вас в каждом доступе, они тебе помогают, отсюда не разбериха с дозами, с сочетаниями и так далее. Пациент может в борьбе за, что называется, с болью, принимать несколько препаратов, содержащих, например, сильные гепатотоксические продукты, которые вызывают некроз, аж гепатоцитов. Ну, это другая ситуация, а мы возвращаемся к проблеме желудок и сахарный диабет. Долгое время существовало мнение, что язвная болезнь и сахарный диабет – это взаимоисключающие заболевания. Оказалось, нет, друзья мои. У больных с сахарным диабетом более тяжёлые течения пептических язв, сотяжные сроки рубцевания с частыми осложнениями. В последующие годы при сравнении к клинических и секционных данных обнаружен абсолютный рост частоты сочетанного течения язвы. Это вот 80-е годы, конец 80-х годов, прошлого века. А что вы думаете, сегодня у нас ситуация изменилась? Нет. К сожалению, диабет широко шагает по планете. И вот на этой криминологической сессии профессор Маккорпу Мяна, Ширк Масовилович наверняка об этом говорит сегодня. Здесь, в этих же благословенных стенах. Но в другой секции. Особенность язвы образования при диабете. Множественность изменений. Одновременность локализации в желудке и в ДБК. Ну хотя бы и сахарным диабетом 2-го типа преобладают язвы в желудке. Но это всё относительно. Будет терять чёткую локализацию, характерную для язвенной болезни. Пунктуют карты. Становятся более продолжительными. А сроки рубцевания увеличиваются более, чем и 2 раза. Патология нередко протекает атипично, торпидно или скрыта под маской хронического холецистита, панкреатита, плюгидита, стенкардии. У 28 вообще немые язвы, которые обнаруживают случайно. Которые могут манифестировать как раз осложнениями, течениями. Болевой синдром более характерен для больных с сахарным диабетом 1-го типа. Что называемые инсулиновые язвы. Коварбидность отягощает течение сахарного диабета 1-го типа. Что выражается учащением периодов его декомпенсации. Увеличением их продолжительных. Видите, обратная последовательность. Каждый рецидив язвенной болезни сопровождается выраженной декомпенсацией сахарного диабета. Сахарный диабет вызывает и одновременно течет наиболее тяжело. А рубцевание язвы не наступает. Пока не наступает компенсация сахарного диабета. То есть вот такая змея, кусающая себя за хвост. Сроки рубцевания составляют в среднем 63 дня. Чуть в два раза превышая показатель в контрольной группе с изолированным течением язвенной болезни. Сахарный диабет, затем язвы. Это одна из форм. При пространении язвенной болезни к сахарному диабету 2 типа, обычно в возрасте 40-50 лет, чаще встречается язва желудка. Но это понятно, что гиопедическая микроангиопатия, сосудистый фактор, он определяющий в резистентности слизистой ручки желудка к различной вазе, в первую очередь кислоте. А процент повышенный, повышенный, не маленький. Мы об этом дальше поговорим. О типе отсутствует голодная, ночные, периодичная сезонность. А осложнения увеличиваются. Диабетогенные язвы, видите, их три подгруппы. И язвы инсулинового происхождения, с интенсивными стойкими болями. Убираем инсулин, язва беструкцируется. Острые диабетогенные язвы в экстремальных ситуациях на фоне коматозного состояния, при оперативных вмешательствах или на фоне инфаркции. Первая подгруппа. Диабетогенные язвы подострого течения, которые впервые развиваются у больных на форму сахарного диабета, в форме теплиц. Сколько осложнений. Геодоцидоз вызывает кровотечение. И даже без язвы образования непосредственно. Вся слизистая кровотечения. Увеличивается проницаемость. Снижаются свертывающие свойства крови. При язвенной болезни сочетания с сахарным диабетом кровотечением она... Вы видите, в каком конец. Кислотность. Первый тип. 67% повышенной кислотности. 57% с язвенной болезнью. Вроде бы как сохранена и не снижена. А повышена у 26,3%. Но ведь мы знаем прекрасно, что язва желудка на фоне сниженной кислоты. Тем не менее, потому что другой фактор. Настолько снижается сопротивление, защита, что кислотный фактор и в этом случае свое черное дело творит. Это все равно кислот, зависимый от заболевания. И потому сбрасывается, что примените препараты. Мы не можем и должны выбирать наиболее эффективные, подпадающие по категории именно этих конкретных больных. Мы знаем, что эти препараты есть. Мы эту информацию прекрасно знаем. Но, честно говоря, в большинстве случаев врачи идут по шаблонам. Потому что времени нет. Но мы должны с этим бороться и перебороть эту ситуацию. И потому помнить, что воздействие на кислотный фактор, особенно у коморбидных больных, это очень важная задача. И здесь мы должны обратиться к современному нашему рынку фармацевтическому в плане, который богат, в том числе, ингибитором и протонной бомбе. И еще раз напомнить себе особенности этих препаратов. В каждой конкретной ситуации надо выбрать препарат. Какой препарат выбора, в частности, вот у коморбидного больного. Друзья мои, на сегодняшний день совершенно ясно, что здесь мы должны ориентироваться на межлекарственное взаимодействие. В первую очередь. А это значит разобраться в биохимизме. Еще раз для себя. И посмотреть, что эти препараты, и как идут, и как они метаболизируются. И оказывается, что есть препараты, в частности, пантообразол, в первую очередь, у которого, ну, в общем целом, есть общие со всеми ингибиторами и протонной бомбе эти метаболизации, но и свои особенности. В частности, пантообразол метаболизируется в большинстве своим побочным путем, нежели чем все остальные. А вот основной путь через цитохром П-450 идут в узкую дверцу многие препараты. Понимаете? А он минует, он идет в какой-то степени в обход. И это позволяет не конфликтовать с теми препаратами, которые вот в общем потоке метаболизируют цитохромы. Это, конечно, очень и очень важно. Мы должны использовать в данном случае полиморбидного пациента. В первую очередь, конечно, пантообразол. Помня, что он быстро начинает работать. В основном, во второй день он уже вовсю. Адекватная доза, 40 мг, друзья мои, тут надо думать о том, что минимизировать это не значит хорошо. И использовать, конечно, вот при тех состояниях, которые в общем целом у нас и в том числе нами создаются. В том числе для борьбы с серьезной патологией опорного аппарата, системными заболеваниями, да, ну и теми ситуациями, когда мы не можем не назначать те или иные препараты. Эффективность пантообразола, понимаете, у больных с НПВП. Смотрите, эрозивное язвное поражение, да, эрозивное поражение желудка, ДПК. У пациентов доличи, вторая, четвертая, все драматически падает. И это, конечно, не странно, потому что мы применяем мощный фактор поддержки, поддержки защитного барьера желудка. Да, в сравнении с омепрозолом, с меньшей дозой пантообразола, с мизопростолом. Материалы, как ставленные здесь, говорят сами за себя. Пантообразол 40 миллиграмм впереди планеты всей. Ну и вот эта вот таблица, которая всеми вам известна, которая еще раз подтверждает, что для того, чтобы меньше конфликтовать, самый неконфликтный, но один из самых эффективных ингелизов, так что при полиморбидности, конечно, все за пантообразолом. Но сколько пантообразол? Ну и что? Есть такое выражение. Больше препаратов, хороших и разных. И ситуация тогда, вот мы сегодня заслушали, несколько форм тимидат. Вот я знаю, что появилась еще одна лекарственная форма тимидат. Ну и замечательно. И вот, например, пуларин. Это новый препарат, новый пантообразол 40 миллиграмм содержит и 14-28 таблеток фирма НОБИ, уважаемая фирма. И, конечно, экономическая сторона вопроса, нами тоже должна учитываться. И эффективность, да? Цена, качество. Вот главный коммерческий, собственно говоря, да и общежитейский принцип выбора препаратов. И потому, конечно, в условиях подморобидной патологии, в частности, у поднесвязанной болезни, при необходимости приема большого количества лекарственных переворотов, с тем меньшим риском, наиболее оправданно представляется выбор пантообразола, который является идеальным антисекреторным защитным препаратом для желудка пациентов, принимающих одновременно другие лекарственные средства. Ну и надо помнить, что, да, особенность этого переворота является вот уж необратимые, так уж необратимые ингредиенты. И пока новые помпы созреют, Пула-Ф будет работать. И дай ему Бог. Спасибо.